Сейчас я делаю влажную уборку салона. После нас приходит группа, которая обрабатывает, производит дезинфекцию салонов. В салоне автобусов места бактериям нет. Иначе не может быть сложный эпидемиологический период. Уборка транспорта проводится ежедневно. Специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, обрабатываются поручни, сиденья, двери, терминалы, все поверхности, к которым может прикоснуться человек. После специальной мобильной бригады распыляет хлор, содержащий состав. На дезинфекцию одного подвижного состава уходит около пяти минут. Моют общественный транспорт и снаружи. Специальные щетки отмывают грязь, а после поверхность дезинфицируют. На нашем подвижном составе каждый день через нас проходят тысячи пассажиров. И мы заботимся о их здоровье. Поэтому, скажем так, делаем все и даже больше, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно и в безопасности. Я, как сотрудник предприятия транспортного, считаю, что необходимо применять средства защиты. Мы сами, скажем так, пользуемся общественным транспортом. Наши дети пользуются общественным транспортом. И своим примером мы показываем, демонстрируем нашим уважаемым пассажирам, своим жителям Самарской губернии о том, что необходимо надевать средства защиты. Мы только так вместе сможем победить коронавирусную инфекцию. Мобилизовали все силы и в трамвайно-троллейбусном управлении. Здесь и раньше уделяли внимание порядку. А теперь работы прибавилось. Ежедневно трудятся 75 мойщиков-уборщиков. Каждый подвижной состав дезинфицируют несколько раз в сутки. С марта эта работа не приостанавливалась. Специальный раствор закупили в больших количествах. Обработка с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний, гриппа и, конечно, в качестве профилактики распространения коронавируса. Обрабатываются они очень усиленно ночью, потому что дополнительно есть время спокойно можно сделать. И когда трамвай во время движения сюда заходит, то кондуктор дополнительно протирает поручни, ступеньки вот этими дополнительными средствами. То есть постоянно ведется эта работа. Нисколечко она не снижалась. Сейчас просто немножко еще усилен. Ежедневно транспорт трамвайно-троллейбусного управления перевозит более 200 тысяч пассажиров. Чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям, в Самаре за две недели около полутора тысяч сотрудников транспортной сферы сделали прививку от гриппа. Прямо на базе своих предприятий. Раньше делал, а тут год-два нам не делал. А сейчас решил сделать опять. Постраховаться. Чтобы, если коронавирусом заболеть, то легче перенести, чтобы без осложнений. Профилактические меры проводятся комплексно. Предприятие для своих сотрудников закупило 15 тысяч многоразовых масок и около 20 тысяч одноразовых перчаток. Кондукторы и водители регулярно дезинфицируют руки и напоминают пассажирам о мерах безопасности. А тех, кто пренебрегает средствами защиты, просят либо надеть маску, либо немедленно покинуть салон. Мы многого не знаем. И кто чем может болеть, у кого какие симптомы. Но с своей стороны мы предпринимаем все возможное, чтобы те риски, которые есть, их минимизировать. И чтобы через транспорт люди не заражались и могли безопасно доехать до места работы, до места учебы, вот туда, куда им нужно. Ежедневно сотрудники предприятия, руководство профильного департамента и представители добровольной дружины проводят рейды в общественном транспорте. И напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. В случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Елена Малютина, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События.